Всевышний создал Веронику Дубравную специально для людей. Глядя на то, как человеческая раса стала погружаться во всевозможные грехи, Бог решил послать на землю растения с небесно-голубыми лепестками. Расцветая на лугах, полях, вырубках, даже на улицах сел и городов, они будут напоминать каждому, что человеческий век не бесконечен. Действительно, Вероника цветет с ранней весны и практически до середины осени. Нежно-голубые цветочки культуры, как кусочки неба, разбросанные по траве. Картинка очень красивая, особенно весной, когда уж очень хочется увидеть первые весенние цветы. Дубравная Вероника произрастает на всех материках и островах, кроме островов Средиземноморья. На Украине трава не растет, разве что в южной степной зоне, а вот в европейской части Украины Веронику добравную можно встретить часто. Трава предпочитает полянки, сухие луга, сады, поля, обученный дорог, вырубки, речные и озерные берега, кустарниковые заросли и даже городские клумбы, парки или сельские подворья. Хотя в городе растений практически не встретишь, наверняка траве мешает пыль и заказованность. И все же, в небольших, а иногда даже и в больших городах Вероника может расти прямо на клумбах. Ее ближайшая сородичка, которую мы можем часто видеть, Вероника длиннолистная. Как же узнать растения? Это несложно, а все потому, что Веронику видел каждый, просто ботаническое название травы известно не всем. Назовем морфологические признаки этого многолетнего растения. Первые листья. У Вероники дубравной они имеют яйцевидную форму, короткие черешки, легкое окушение и горочатые края. Второе. Стебель. Главный признак Вероники, на стеблях растения имеется два параллельных ряда волосков. Сам стебель ползучий, но лишь у самого основания разветвленный. По узлам стебля вырастают корни, благодаря которым трава еще сильнее укрепляется в грунте. Длина одного растения может достигать 50 см, хотя по высоте над землей оно редко бывает выше 20-30 см. Третье. Цветки. Небесно-голубой оттенок, которым обладает венчик цветков, отыскать траве легко. Глаза невольно поворачиваются в сторону полянки с цветущей Вероникой. По лепесткам, а их у растения 4-5, проходят темные жилки. Из цветка растения отходят две длиннющие тычинки. Их видно очень хорошо, так как они значительно превышают венчик. У Дубравной Вероники соцветие кисть рыхлая. Период цветения – середина весны, начало осени, а если осенняя холода задерживается, растение может цвести и до октября. Четвертое. Корень. У травы длинный, тонкий, ползучий корень. Корневая система поверхностная. Благодаря придаточным корням, возникающим в узлах стебля, растение вырвать непросто. Отрывается лишь часть травы. Поэтому никакие бури, ветра или механические повреждения Вероники не страшны. Восстанавливается трава очень быстро. Дубравная Вероника полностью опушена. Поэтому кажется, что растения как будто махровые. Особенно удивительной трава смотрится после дождя или с утренней росой. Мелкие капельки воды, отсвечивая солнечные лучи, делают траву сказочной и даже очень красивой. Кроме того, что Вероника – это очень красивое растение, она еще полезная для народного хозяйства. Вероника считается медоносной травой, хотя и малопродуктивной. С одного гектара берут всего 18 килограмм меда. Поэтому трава относится к растениям, поддерживающим взятки. Естественно, что и ландшафтные дизайнеры обойти вниманием Веронику Дубравную просто не имели права. Она стала красивой травой для озеленения. На полянах, в парках, в садах растение высаживается в качестве декоративной культуры, хотя есть и сортовая Вероника. Альпийские горки, участки возле искусственных прудов или небольших рукотворных озер – это та территория, на которой Вероника Дубравная будет выглядеть отлично. Да и преимуществ у травы больше, чем у сортовых культур – неприхотливость в уходе, устойчивость к болезням, неблагоприятным факторам, механическим повреждениям, а также большой вегетационный период. Вероника – это съедобное растение, причем ее считают и пряным растением. Ведь применяется трава и в кулинарии. Высушенные и зеленые листья Вероники можно использовать в качестве приправы для рыбных или мясных блюд – ухи. А свежие листики – это отличный компонент для салатов, причем очень полезный. В виноводочной промышленности Дубравную Веронику применяют в качестве отдушки для некоторых сортовых коньячных изделий, ликеров или для испанского десертного вина – малаги. Имеют культура и лечебные свойства. Причем лечат травой и людей, и домашний скот. Например, при поносе у домашних животных травники рекомендуют давать им настой Вероники. До недавнего времени растение не признавалось официальной медициной. Его лечебная сила до конца так и не изучена. Но траву уже добавляют в лекарственные травяные сборы. А вот в народе лекарственная трава Вероника Дубравная ценится издавна. Ведь народные травники лечебной силой Дубравной Вероники пользуются давным-давно. Еще наши предки делали на основе травы снадобья в виде настоек и отваров. Ими лечили кожные болезни, астму, ревматизм, бессонницу, болезни желудочно-кишечного тракта, почки, печень. При сильных ушибах помогали компрессы на основе вытяжек Вероники при подагре пили сок травы. Как природный косметолог Дубравная Вероника также известна. Домашняя косметичка будет неполной, если в ней не будет крема с Вероникой. Добавим несколько капель сока травы в любой клеп, можно избавиться от прыщей. Полезно принимать и ванны с Дубравной Вероникой. Они помогут не только очистить кожу от дерматитов, фурункалов, но даже вылечат грибок, особенно на ногах. Дубравная Вероника входит в многочисленные семейства подорожниковых. В мире насчитывается около 500 видов этой травы. На сегодняшний день добрая половина растений вида Вероники относится к исчезающим видам, занесены в Красную книгу. А некоторые из них уже давно пропали. Хотя Дубравная Вероника на Украине не такая уж и редкость, относиться к растениям нужно все-таки бережно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok